Они никогда не волнуются, стоя у доски, и знают ответы абсолютно на все вопросы. Пожалуй, так о каждом из них думают сотни учеников. Но сегодня все далеко не так. Ведь сейчас это тридцатка педагогов на пороге важной и напряженной экзаменационной недели, где лучшая оценка – это признание коллег и звание «Учитель года». Прежде всего, участие в конкурсе – это преодоление. И понятно, что это не так все просто. И понятно, что нужно преодолеть не только себя, и нужно понимать, что готовы ли вы к этому. И вы уже победитель. Вы уже победитель регионального конкурса «Учитель года России-2019» Брянской области. Потому что вы лучшие в своей школе, в своем классе. Вы признаны среди родителей, социуми, которые находятся вокруг вас. Вы лучшие в муниципалитете или в городском округе. Юбилейный и особенный в этом году конкурс проходит уже в тридцатый раз. За победу впервые, в отличие от прошлых лет, будут бороться представители всех муниципальных образований и городских округов региона. Каждый год конкурс по-новому звучит. В нем больше специалистов, больше предметников. Мы больше видим молодых участников, больше мужчин. Но уже хотелось бы, чтобы женщина победила, потому что уж, ну, все-таки это женская профессия, профессия учитель. В этом году больше всех среди конкурсантов – учителей гуманитарных предметов и начальных классов. Средний возраст педагогов по-прежнему 30-40 лет. Ярослав Бабарин – учитель физики из Третьей Брянской гимназии. Самый молодой участник регионального этапа. В работе, признается педагог, возраст не добавляет сложностей, а скорее напротив. Мне 26 лет, пятый год работаю в гимназии. Может быть, мне проще общаться с детьми, находить общий язык, потому что между нами разница в возрасте чуть меньше. И у нас сознание работает приблизительно одинаково. Своим личным примером стараюсь показать, что физика – это не просто какие-то формулы, какие-то параграфы непонятные. Это, прежде всего, природа и окружающий наш мир. Урок для незнакомой аудитории, классный час, а еще мастер-класс для коллег и мини-интервью с директором Департамента образования и науки. Конкурсная борьба продлится ровно неделю. На всех этапах оценивать мастерство участников будет большое жюри. Сами же педагоги уверены – все получится лишь при условии абсолютной отдачи своему делу. Учитель должен быть эмоциональным и дарить эмоцию на уроке. Потому как только посредством честности и эмоции можно ребенка, говоря современным языком, зацепить. Это очень сложно сейчас. Дети очень современные, дети очень развитые. И чтобы быть в их глазах таким же, быть в их глазах авторитетом, надо, наверное, быть с ними на одной эмоциональной волне. Кто войдет в пятерку лауреатов конкурса, станет известно уже в пятницу, 22 марта. Имя же победителя, того, кто представит регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года», назовут в мае на торжественном собрании. Критина Патхилава, Иван Зюрев, События, Брянск.